Приходится констатировать, что в Иркутске в последние годы сложилась совершенно нетерпимая ситуация, когда государственные органы, которые призваны обеспечивать охрану объектов историко-культурного наследия, превратились в основной орган, который это историко-культурное наследие уничтожает. Не надо говорить о том, какую ценность для Иркутска представляет историческая деревянная застройка. Это индивидуальность и самобытность его облика. Если она будет уничтожена, то город потеряет огромный пласт своей истории и культуры. Поэтому сохранение деревянных объектов, причем не только памятников, а тех, которые практически вообще никак не защищены законом фоновой средовой застройки, которые, конечно, сейчас находятся в трущобном состоянии, это основная задача. И 130-й квартал, если помнят Иркутяне, он тоже находился в состоянии трущоб без воды, канализации и так далее. Но усилием власти областной, городской и заинтересованных сторон инвесторов, он все-таки был превращен в еще один центр города. Поэтому, возвращаясь к проблеме, проблема состоит в том, что служба не является сегодня тем органом, который стоит на защите интересов истории и культуры. Процесс, который происходит, он достаточно прост. Собственник, а это, как правило, бизнес, который когда-то в лихие 90-е годы выкупил эту землю и недвижимость исключительно с целью строительства на этом месте, чего-нибудь на продажу или в аренду, заказывает историко-культурную экспертизу с целью уничтожения и выведения этого объекта из списка мною выявленных. Это особый список, который как бы предпамятниковый. Он уже обеспечивает государственный контроль над охраной этого объекта, но еще не перевел его в статус памятника федерального значения, республиканского или муниципального. Вот выведение из этого охранного статуса на Фильвена автоматически обрекает объект на уничтожение. Собственник заказывает экспертизу заинтересованным экспертом, потому что я не встречал еще, к сожалению, собственников, которые заказывали экспертизу для того, чтобы усилить статус того объекта, который он, а других моделей у него в голове нет, обрек на снос. Эти эксперты, и в тех случаях, когда иркутские эксперты, зная ценность этого наследия, отказываются выводить эти объекты из списка памятников, приглашаются эксперты сторонние. Да, законодательно они имеют право это делать, но вы же понимаете, и все мы понимаем, что если человек живет в Выборге, как вот отличившаяся в Иркутске в последние годы Юлия Петровна Куваева, тоже аттестованный эксперт в Министерстве культуры, и абсолютно безразличная равнодушность, все равно выполняет заказ, и понятно, что собственник, когда заказывает ее, он оговаривает с ней вопрос о том, какой результат он получит, а не просит ее, умаляет быть актуальной и писать то, что соответствует историко-культурному знанию, а не его корыстным интересам. Служба получает этот акт, тенденциозно выполненный по заказу собственника, аттестованным экспертом, выносит его на общественное обсуждение. Общественность пишет свои замечания, в том числе указывая, аргументированно и обоснованно на то, что этот акт составлен не в соответствии с требованиями федерального законодательства. Там нет полноты представления материалов, он искажает факты, он лживый, он не учитывает всех обстоятельств. Этот акт пишет общественность. Вообще нужно снять с рассмотрения, потому что это Филькина грамота. Тем не менее служба принимает решение от своего уже имени, подтверждая заключение этого эксперта о том, что здание не представляет историко-культурной ценности. На следующий день выезжает бульдозер, здание исчезает. Общественность этим процессом возмущена, потому что при соблюдении формальных этапов и стадий содержание этого процесса не соответствует законодательству. Потому что, повторяю, это не документ, на котором нужна операция. Эксперты местные, которые подчас гораздо более профессионально, глубоко знают материал, дают полностью развернутые аргументы того, почему выводимый этим заезжим залетным экспертным объект ценен и важен для иркутского наследия. Но эти данные, эти доводы не берутся в расчет. В прошлом году я обращался с открытым письмом губернатору Иркутской области Сергею Георгиевичу Левченко с просьбой обратить внимание на этот процесс, который сегодня превратил выведение объектов историко-культурного наследия в поточно-конвейерный процесс. Поточно-конвейерным образом памятники выводятся. Если еще 10 лет назад их было около 1200, то за последние 10 лет 600 объектов исключено и тут же снесено. А на их месте выросли бетонно-кирпичные уродцы. Я просил обратить на это внимание и просил вмешаться в этот процесс. Почему именно его? Потому что, во-первых, он хозяин области, а во-вторых, потому что в Иркутске тайны долго не сохраняются. Если руководитель не подписывает акт на уничтожение, а его потом вызывают в Серый дом, и он возвращается и подписывает, то это значит, что источник принятия этих решений лежит не в службе, а в Сером доме. И поэтому я обращался к губернатору. И то, что до сих пор в течение года мер не принято, свидетельствует о том, что сотрудники администрации, которым было поручено разобраться в этом вопросе, потому что у меня сомнений нет, что Сергей Георгиевич такой вопрос, очень важный и значимый для столицы Восточной Сибири, не мог просто проигнорировать. И то, что по его поручению сотрудники аппарата не приняли никаких мер в связи с тем, что либо они халатно относятся к своим обязанностям, либо о том, что они принципиально не хотят изменять сложившееся положение дел, либо о том, что там есть какой-то корыстный или еще какой-то интерес. И поэтому сегодня мы собираем в два часа общественные организации, ВАПИК, Союз архитекторов, общественная палата, движение наследия. Мы собираем пресс-конференцию, в которой объявляем о сборе подписей под обращением в адрес губернатора Иркутской области Сергея Георгиевича Левченко с просьбой прекратить процесс уничтожения историко-культурного наследия города Иркутска.